всем огромный привет с вами константин мазила я рад приветствовать вас на своем канале ну и конечно на канале цента шот лучному сообществу не жечь поклонок меня здорово парни продолжаем продолжаем цикл видео о стрелах о бюджетных стрелах делаю акцент на этом на бюджетных стрелах от компании цента шот и сегодня речь пойдет о таких стрелах как slayer я обещал вам топчик топовые стрелы так вот отношу бюджетные стрелы от компании цента шот под названием slayer как топовые стрелы хорошего очень качества очень хорошего качества почему я это резко и почему я так заявляю потому что я стрелял уже этими стрелами я уже их проверял и отстреливал их и они мне понравились действительно понравились в данный момент на у меня в руках 400 испайн если флэш и которыми мы стреляли в прошлый раз это для моей 70-ки 350 испайн это для охоты будут у меня в основном для охоты и для 3d там где закреплены открывают глаза на то что у тебя 70 лук но тяжелая стрела там же где 70 лук на 3d невозможен я буду стрелять и свои санлиды которая стоит вот у меня позади меня стоит то есть 60 санлида апекс и я буду использовать 400 стрелы 400 испайн что касается этих стрел это всем вам известный размер то есть большинство стрел которые лучником родной размер скажем так это 6 и 2 6 и 2 самый распространенный размер то есть это такие как предатар 2 такие как ну скажем карбон экспресс максима рэд максима hunter ну в общем много очень стрел используется именно со размером 6 и 2 я знаете вот после первых двух роликов мне начали хорошие вопросы задавать вот и один из вопросов точнее вот эти вопросы навеяли на меня желание кое-что объяснить я совершенно согласен с теми кто говорит что вот китай китайские стрелы вы знаете прошло то время вот положа руку на сердце хочу сказать что оно не то что проходит это время оно прошло это время когда лучные магазины обращались к фабрикам по производству стрел и говорили слушайте а у вас есть некондиция конечно есть вон мы ее там уничтожаем а продайте нам ее соберите из них стрелы и продайте нам в прошлом в прошлом или позапрошлом ролике он показывал стрелы с биением там не в 6 а там все в 80 вот это не кондиция понимать и время время таких стрел прошло если раньше завозили или лучный какой-то магазин обращался на фабрику и говорил давайте самый дешевый вот самые дешевые там какой спайн там есть 400 испайн или там в разнобой где-то чем он попадается вам 400 где-то попадается там 450 где-то еще какой-то все это скупали и выбрасывали на рынок вот это время прошло и чисто психологически я понимаю тех кто покупал такие стрелы кто стрелял ими и понимал что это что это такая дешевка что это что такими стрелами невозможно ничего собирать я понимаю вас это как однажды если человек тонул он начинает бояться воды так вот вы не бойтесь эти стрелы хоть и из китая но качество их вот я вам лично гарантирую что качество их очень высокая очень высокая то есть заявленные заявленные вот 400 испайн что кривизна в 6 размер 30 дюймов вес на гран 7 и 4 грана это все соответствует это все еще раз повторю время прошло тех стрел почему потому что лучники стали они выросли вот те новички которые начинали китайскими стрелами они уже стали выше уровнем они начали понимать что такой хороший лук что такое плохой лук что такое хорошие стрелы что такое не стрелы вообще какая-то гадость и рынок сам по себе начинает требовать хорошего качества и луки и тетивы и стрелы и комплектующие прицелы и релизы потому что рынок насытился вот этим извиняюсь за выражение говном которые раньше нас нас кормили но еще до этого говорил мой хороший карифан алексей костиков было время я помню когда было всего выбор был всего там две компании истон и карбон экспресс все можно было купить либо истон либо максима hunter либо максима red все больше никаких стрел не было потом действительно как он говорит хлынул поток непонятных стрел абсолютно не абсолютно каких-то именно коты в мешке ты их покупаешь стреляешь понимаешь что все плохо отсеиваешь другие покупаешь все плохо и так два-три раза купил два-три комплекта китайских стрел и все и у тебя отвращение так вот я хочу еще раз сказать для тех у кого уже есть это отвращение попробуйте я не зря говорю что под и под знаком 2020 года то есть весь 2020 год все что вы увидите если в моих руках будет если моих руках будет три акс семидесятка то на этом луке сто процентов будет только стрелы 350 спайна flash если же в моих роликах вы увидите меня с англии апекс то это будут вот эти стрелы весь год я буду стрелять и 3d и охота если сейчас все же с законом все нормально будет если регламент все ждут когда выйдет регламент то есть уже утвержденный и всем будет все понятно что у нас с охотой с луком хотя ее разрешили но еще все равно все в каком-то непонятном то обязательно я сниму и охоту и охота будет у меня естественно 70 лука и естественно будет со стрелами центр шот 3d еще раз повторяю это будет слэйр 400 спайн я буду стрелять именно этими стрелами хотя эти стрелы можно использовать еще как и охотничьи ладно я много наговорил я просто мне вопросы задают по поводу но это же китайщина до китайщина а а но вот нельзя взять и все под одну гребенку нельзя нельзя здесь речь идет о фабричных хороших стрелах которые я думаю что идут и на экспорт я думаю что вот из таких стрел может быть даже и бимоны делают и тут можно назвать как угодно понимаете кстати по поводу название что на стрелах центр шот центр шот несет свою репутационные как бы репутацию свою ставит на то что все что написано на этой стреле так это и есть на самом деле ну ладно я уже много наговорил давайте рассмотрим давайте о стрелах поговорим давайте посмотрим поближе эти стрелы вот такая рубашка слэйр в 6 то есть 006 прямизна 7,4 грана на дюйм продаются они как я уже сказал 30 дюймов длина перья я прошу чтобы следующая партия была чтобы следующая партия была с блейзерами но и эти перья тоже неплохие именно в 3d я буду использовать вот эти перья если же я буду использовать их на охоте то конечно я наклею сюда блейзеры но мы наверное постреляем и брат хэдом этими стрелами наверное и брат хэдом постреляем вместе с этими перьями посмотрим как будет лететь а еще пару стрел я наклею блейзер это же брат хэдом стрельнем посмотрим какая будет разница но в принципе перья меня устраивают достаточно жесткие точнее они не жесткие не мягкие что-то среднее качество вполне вполне меня устраивает поклеены очень очень аккуратно никаких потеков в общем удивительно как аккуратно поклеен пластиковый ног который вращается без проблем то есть вы можете позиционировать то есть ног тюнинг без проблем делать наконечники 100 грановые по моему 100 грановые да не по моему 100 грановые сейчас посмотрим цена цена 350 рублей одна стрела можете купить одну стрелу можете купить три стрелы можете купить 6 стрел можете купить 12 можете 112 купить без проблем итак вес наконечника давайте посмотрим 100 грамм должен быть 99 и 8 до 100 грамм по поводу развесовки стрел 357 грамм 359 грамм 357 грамм 356 грамм 358 грамм два грана не бьется ну два три 357 по весу не бьется два грана это очень хорошо но вы знаете я хочу вот что сказать я хочу чтобы чтобы каждый лучник опытный лучник это знает как отче наш а вот начинающим лучником я хочу вот что сказать любые стрелы любые хорошие дорогие дешевые не важно покупая стрелу вы покупаете полуфабрикат вы покупаете полуфабрикат с каждой стрелой за 1000 рублей за две тысячи рублей за стрель у за 350 рублей за стрелу с каждой стрелой нужно будет в дальнейшем работать Во-первых, обрезать. Обрезать эти стрелы под свою растяжку. Но я вот что хочу сказать. Извините. Я вот что хочу сказать. Что если ты новичок, не спеши обрезать стрелы. Не спеши. Стреляй. Вот купи себе 30 дюймов стрелу. И стреляй себе спокойно 30 дюймовыми стрелами. Потому что в любом случае у тебя будут промахи. И в любом случае ты будешь разбивать наконечник. Будешь ломать эти стрелы. Сломал стрелу. Разбил наконечник. Отложил ее в сторону. Разбил вторую стрелу. Отложил ее в сторону. Так все стрелы побил. Потом ты берешь все стрелы. И обрезаешь их под свою растяжку. И получаешь новый комплект стрел. Поэтому если ты новичок. Не торопись. Но если ты профессионал. И все профессионалы знают. Обязательно нужно обрезать стрелу под свою растяжку. Это совсем другая динамика. Совсем другая работа. Совсем другой полет. Совсем другое качество попадания по мишени. Если твои стрелы обрезаны под твою растяжку. И подобраны правильно по спайну. По весу. Под те задачи, которые ты стреляешь. Если 3D это значит более легкая стрела. Если это охота по какому-то мелкому зверю. Значит более тяжелая. Если это охота по какому-то крупному зверю. Это еще тяжелее стрела. То есть под каждый компонент. Под каждый компонент. Работы с луком. По определенным видам мишеней. Нужно подбирать свою стрелу. Не бывает ничего универсального. Да, я в руках держу и говорю вам. Вот, вот эта стрела подходит. И под охоту. И под 3D. И под пострелушки. И под какие-то, я не знаю, там спортивные задачи. Ну, 3D вот и есть спортивные задачи. Я это говорю. Но это не значит, что вы покупаете стрелу. И все, и тупо стреляете. Нет. Это значит, вы работаете с этой стрелой. Некоторые мне говорят. Вот у меня нет пироклейки. Что, черт возьми? Нету пироклейки. Да ну нафиг. Чтобы было понятно, что такое. Что такое пироклейка для лучника. Это как воск для тетивы. Это как. Нет, плохой пример. Хотя воск для тетивы. Это неотъемлемая часть. Более. Такой пример приведу. Автомобиль. Покажите мне хоть один автомобиль. Хоть одного автомобилиста. У которого нет в машине домкрата. Вот покажите мне. И причем домкрат в этой машине не потому, что ему так велит ПТД. А потому, что он там должен быть. Иначе можно так впухнуть. Ой-ой-ой. Вот. Так же и пироклейка. Пироклейка обязана быть у каждого лучника. Хоть какая-нибудь дешевая. Простая. Обязательно сниму вам видос о своих пироклейках. И вы поймете, что можно выходить из положения вообще копеечными пироклейками. Вообще. Ну, действительно. За копейки. А можно выходить за дорогими. Вот как у меня, допустим, за 10 тысяч пироклейка. Но и дорогие часы, и дешевые часы показывают одно и то же время. Поэтому не важно, какая у вас пироклейка. Главное, чтобы вы умели ей пользоваться и клеили перья. Поэтому пироклейка обязана быть. Обязана быть. Тем более, что стреляя и собирая хорошие группы, рано или поздно вы начнете пробивать перья. Когда у вас одна стрела попадает в другую стрелу и пробивает перо. Или перья отрываются от того, что попадает перо в перо. Ну, в общем-то, много очень вариантов по поводу того, как можно потерять перо при выстреле. Точнее, даже не при выстреле, а при попадании в мишень. Поэтому пироклейки должна быть. Итак. Что касается применения этих стрел для охоты. Что касается применения для охоты. Конечно, конечно, вес, вес таких стрел. Еще раз, вот я беру стрелу. 358 грамм. Для 3D самый раз. И вот те 3D-шники, которые стреляют 300-граммовыми стрелами. Ну, конечно, лук потихоньку погибает. Они там год отстреляют, потом продают ему какому-нибудь новичку. И потом все удивляются, почему плечи через годик расслабились. Потому что 3D-шник стрелял год имея, а то и два. 300-граммовыми стрелами. Ради медали. Я вот этого не понимаю. Учитесь стрелять нормальным весом. Вот 358. 358 грамм. Я в 3D легко этими стрелами поработаю на дистанции 15 метров до полтинника. Поработаю 100 пудов. Я, конечно, прекрасно понимаю, почему они 300-граммовыми стрелами не стреляют. Но это не уважение к своему оружию. Вот просто вот так я вам скажу. Я знаю таких стрелков. Итак, 358 грамм. Для 3D, да, нормально. Для охоты. Что делаем для охоты? Для охоты утяжеляем. Я уже об этом показывал. Но я сейчас вам хочу показать заодно, как достать отсюда инсерт. Для того, чтобы... Вы можете... Два способа покажу. Первый способ мы греем. Просто наконечник. Буквально... Буквально вот сколько... Ну сколько, секунд 10 прошло. Все, нагрели. Только наконечник греем. Только наконечник. Вот, я достал. Карбон не греем. Сейчас я выключу. Все, вот, пожалуйста, я достал инсерт. Горяченький. В сторонку. И второй способ. Мы можем сразу обрезать под нашу растяжку стрелу. В данном случае 29,5. Обрезали. И в моих руках остается наконечник, инсерт и кусочек карбона. И я уже могу прогревать как наконечник, так и карбон. Все, прогрели. И достали. Все, пожалуйста, в моих руках. Инсерт и наконечник. Наконечник мы пока снимаем. И у инсерта, обратите внимание, с обратной стороны есть возможность для кастомизации. Итак, я показываю. Берем нашу обрезанную стрелу. Берем инсерт. И мы можем его утяжелить. Итак, вес 234 грана. Обрезанные стрелы. Плюс мы можем вкрутить в инсерт утяжелитель. Ну, давайте 50 грамм утяжелим. Плюс взять братхед. 392 грана. На какую-то бобер. Я не знаю. Лиса. Ну, мелкая дичь. 392 грана. Вполне вообще супер гуд. Надо что-то на более крупного. Ну, давайте еще 50 грамм повешаем сюда. Уже 443. 443. Замечательный вес. Замечательный вес. Собираем все это дело. Вкручиваем сюда. Вкручиваем. Как следует все вкрутили. И вставили в стрелу. Вклеили. И получилось у нас замечательный. Стрела с замечательным весом. 443 грана. Эту же стрела можно использовать как за ситки, так и с подхода. Но за ситки вы можете вообще использовать очень тяжелые стрелы. Вплоть до 600 грамм. Кого там 15 метров стрельба с тристенда по кормушке или по солонцу. Можно ой-ой-ой какие стрелы собирать. А для подхода, вот с подхода охотитесь, вот где-то за 500 не перепрыгивайте и ниже 420 не опускайтесь. И будет вот такой результат. То есть вы получаете с такой стрелой как на стильность, так и хорошую, великолепную пробивную способность. Вот, пожалуйста, собрали охотничью стрелу. Я ее поклею сюда блейзеры. Стрелим как с бродхедом, так и без бродхеда. И постреляем еще с вами этими перьями. Повторяю, я за то, чтобы в следующей партии было с блейзерами перья. Но эти перья меня тоже вполне устраивают. Еще раз, эти перья для длинных дистанций. Блейзеры все же для коротких дистанций. То есть до 40 метров, вот так примерно. Я надеюсь, что не будет большое удорожание. Еще раз повторю, это 350 рублей стрела стоит. Если блейзеры поклеят, думаю, может быть подороже будет. Но думаю, что может быть и нет. Не знаю, в общем, ничего сказать не могу. Но будем стараться держать, чтобы стрелы не удорожали, а оставались в той же ценовой категории. 350 рублей за стрелу. Еще раз обращаюсь в последний раз к ребятам. Вы можете купить одну стрелу себе в центр-шоте. Одну. Она придет. Постреляли ей. Убедились, что я вам не втираю дичь. И докупили себе еще один стрел, чтобы получилось дюжину. А кто доверяет мне, можете купить 6 или 12 себе сразу стрел и стрелять, и получать удовольствие. Очень хорошо. Вот просто рекомендую. Рекомендую. Что касается от стрела. Ну давайте не будем отходить от традиции. На сегодня, наверное, уже все. Все, что я хотел сказать, я сказал. И в следующем видео мы отстреляем эти стрелы. Посмотрим, как, что, кого. Стрелять буду из санлиды АПЕКС. А пока, всем пока. Всех обнял. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok